Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория и сегодня в видео я хочу показать вам некоторые из новинок 18 каталога 2022 года в компании Faberlic. Всем, кому интересно такое видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. Некоторые из новинок каталога номер 18 я заказала, уже немножечко их протестировала, с ними познакомилась и сегодня хочу оставить для вас свои первые впечатления об этих новинках. Еще раз вам хочу напомнить, что каталог номер 18 действует по 18 декабря включительно и в этом каталоге для новичков компания Faberlic предлагает тоже получить в подарок на ваш выбор одну из палеток. Первая палетка лиловые волны, она выполнена в такой лилово-коричневой гамме, то есть с помощью этой палетки можно выполнить как макияж в таких розово-лиловых оттенках, так и в коричневой гамме, либо смешать оба эти тона, они тоже вместе прекрасно смотрятся. Вторая палетка зеленые волны, с помощью этой палетки можно выполнить красивый благородный вариант макияжа в таких вот зелено-оливковых тонах, тонах хаки. Очень здесь красивые благородные оттенки, обе палетки имеют место быть, ну а там уже выбирать вам, какой вы хотите получить в подарок. Чтобы получить одну из этих палеток в подарок со вторым заказом уже по 19 каталогу, вам необходимо зарегистрироваться. Ссылка для регистрации всегда есть под моими видео. Оплачивать регистрацию не нужно, просто проходите по ссылке, заполняете анкету и сразу вы получаете скидку 20% на всю продукцию после регистрации, также свой личный кабинет, как в любом интернет-магазине. Заходите и оформляете ваш заказ по вашему номеру консультанта и ключу, который вам придет в смс-сообщении от компании. Но я, конечно же, если будете проходить по моей ссылке, стану вашим персональным помощником. После регистрации с вами обязательно свяжусь, расскажу вам все ваши дальнейшие действия, познакомлю вас с акциями, которые вы можете далее пройти по вашему желанию, расскажу вам все по вашему оформлению заказа. Вы можете обращаться ко мне в любое удобное для вас время, как по оформлению заказа, так и получить консультацию по продукции компании. Ну а теперь еще раз хочу, вернее хочу дополнить, что вам ваш заказ нужно будет оформить в цене каталога на сумму 1500, минус 20% скидка у вас останется 1200 и плюс сбор за доставку. Это необходимые условия для получения подарка. Также заказ необходимо будет до завершения 18 каталога, обязательно оплатите. Ну а теперь давайте смотреть, какие же из новинок я заказала. Сегодня я постаралась для вас выполнить макияж с этими новинками, то есть именно с одной из палеток она на мне сейчас представлена. Ну и позже видео я немножечко вам ее покажу более детально и расскажу вам свои впечатления. Сразу отмечу, что на губах у меня сегодня одна из моих любимых повседневных помад от компании. Она стоит довольно бюджетно, у нее бюджетная упаковка, но содержимое помады мне очень нравится. Именно этот оттенок я уже неоднократно повторяла. Заказывала я и родным своим именно вот этот оттенок и знаю, что именно этот тон, он очень популярен. Один из ходовых вот именно в этой серии. Это помада Glammy и это у меня тон 4867, называется он пыльно-розовый. Вот так он смотрится на губах. Помада как бальзамчик, она тает, скользит, очень хорошо подходит для ухода, чтобы поухаживать за кожей губ в зимний период времени. И мне нравится то, что после того, как удаляешь помаду с губ, она не сушит губы, то есть губам с ней очень комфортно, потому что помада эта обогащена маслами. И у нее в каталоге зачастую бюджетная цена, зачастую она идет бонусом за покупки. Ну и вот к такой лиловой гамме макияжа, наверное, этот оттенок пыльно-розовый неплохо подходит. Ну а теперь давайте смотреть новиночки. Я заказала не все новинки, те, которые мне было особенно интересно протестировать. Те, которые я не заказала, тоже вам скажу, озвучу почему. Но давайте, наверное, начнем с тех, которые я не стала заказывать. Быстро по ним я сейчас пробегусь, вам покажу. Первая из новинок у нас появляются три варианта масляных духов по 10 мл. Вот такие красивые оформления, красивые названия и в каталоге хорошая стоимость, минус 50%. Вы знаете, я сначала для ознакомления вот почитала по ноткам и мне захотелось заказать зелененький нур. Но у меня есть, наверное, два или три варианта масляных духов от арабского бренда. Они стоят бюджетно, можно их на Валбересе присмотреть. Очень стойкие. Это идут аналоги люксовых и нишевых ароматов. И они очень-очень стойкие, прекрасно раскрываются. Но я очень редко пользуюсь масляными духами. Тем более, у меня большая коллекция ароматов. И вот я по этой причине тоже вот не знаю аромат. Хочется протестировать, хочется выбрать свой. Я сначала добавила в корзину, потом я удалила парфюм. Может быть, где-то протестирую, потом соберусь и оформлю для себя тоже покупку одного из этих парфюмов. Тем более, полистала я каталог номер 19. И в этом каталоге тоже у нас представлены новые парфюмы уже во флаконах, не масляные. И решила, что еще их протестирую в пробнике. Потом, возможно, определюсь, может быть, если что-то понравится, приобрету. Также у нас появляются новые парфюмированные спреи. Обращайте внимание на любимый аромат Мурмур спреи. Но я пользуюсь антиперспирантами. Такие спреи покупаю редко, поэтому тоже не заказывала. И на любимую многими парочку ароматов мужского и женского товаруа тоже появляется у нас в спреях мужской и женский дезодорант. Их я пока тоже приобретать не стала. А вот декоративную косметику, палетки, мне было интересно протестировать. Тем более, они в такой красивой, моей любимой, розовато-лиловой гамме. Поэтому, конечно же, я их обе приобрела. Сейчас немножко расскажу вам, что еще я заказала из новинок. Это новинки 17-го периода. Но, тем не менее, я их тоже купила. Взяла я, конечно же, от компании Фаберлик вот такой символ года. Это вот такой милый кролик. Кролик года. Он у нас с серфер, да, или что-то у него. В общем, вот такой потешный, интересный. Обязательно на холодильник его прицеплю. И будет он радовать. В общем, у нас каждый год выходят вот такие символы. Стоит достаточно бюджетно. И тоже вот хороший вариант. Можно в подарочек. Когда он будет делать подарок, вот тоже такой магнитик можно будет подарить. Также я заказала, девчонки, еще один гель для душа. Я вам в прошлом заказе, по прошлому каталогу показывала гель для душа. Вот из этой лимитированной зимней коллекции. Они тут у нас тоже вот с новогодней тематикой. Символ года. Здесь у нас зайчик изображен. Я заказывала вишневый лимонад. И вам сказала, что вишневый это аналог геля для душа. Вишневый конфитюр из серии Beauty Cafe. Очень приятно, очень вкусно. Пахнет натуральной, нехимозной черешней. И у меня первый гель для душа вишневый конфитюр. Уже, наверное, остался вот 1,4 во флаконе. Он у меня уже заканчивается. Очень нравится. И, конечно, я решила еще заказать лимонный мармелад. Называется вот такой гель для душа. Но, вы знаете, я заказывала один заказ по распродаже, был в конце каталога. И забыла, что он у меня есть. И вот заказывала с новинками. У меня получилось их 2. А фруктовый лед, к сожалению, не приобрела. Если вы покупали фруктовый лед, напишите, как он вам по отдушке. Ну вот, получилось у меня 2. Но я ни капельки не сожалею, потому что аромат здесь восхитительный. Он мне также очень понравился, как и вишневый лимонад. Вы знаете, вот если вы покупали мармелад, и мармелад именно идет в форме лимонных долек, то прям аромат очень похож. Цитрон, лимон, такой вот очень позитивный, очень приятный. И я сегодня уже попробовала его утром в душе и осталась в полном восторге. Аромат такой же вот натуральный. Он гель сам по себе густой. Он, конечно, не кремовый, но он кожу не сушит. Он создает такую мягкую воздушную пену, очень приятную. И, вы знаете, вот прям хорошо взбодрится. Если вот еще до конца мы утром встали, не проснулись, то он хорошо бодрит, пробуждает. Всегда вот такие ароматы, цитрусовые, лимонные, с нотками вот, допустим, дюше, сада, лимона. Они прекрасно нас пробуждают. В общем, очень хороший гель. Советую вам к покупке. Я осталась полностью довольна этой новиночкой. И на подарки, и бюджетно, и приятно. Следующая новинка 17-го каталога. В прошлом каталоге я приобрела только мыло. И вот я решила взять еще и спрея свежитель воздуха. У меня уже один закончился. Аромат и увлажнение. И это цветочно-цитрусовый аромат. Вы знаете, мне очень понравился. Во-первых, здесь яркая отдушка. То есть, когда вы ее орошаете в ванной или туалетной комнате, она сразу не исчезает. То есть, вот я вчера нанесла, правда, сразу трепшика. И зашла через 20 минут, и аромат очень хорошо ощущался. То есть, если вам не очень нравятся яркие ароматы, то здесь достаточно одного пшика. Аромат яркий. И вы знаете, он напоминает, уже я такой где-то аромат слышала. Наверное, вот у нас был какой-то магазин. И то ли Glade был, вот раньше я еще до Faberlic покупала. Назывался он антитабак. Антитабак, он всегда перебивает все неприятные какие-то посторонние запахи. И мне кажется, он очень на него похож. Здесь я слышу нотки цветочные, прохладные. Очень хорошо ощущаются нотки корицы, яблока и апельсина. Очень приятный, советую. Прям понравился. Знаете, даже вот какой-то напоминает такой вот благородный парфюм. Аромат яркий, но очень приятный. Тоже вот советую. Очень хорошая здесь отдушка. Следующее, что я заказала из новинок, у нас в этом 18 каталоге появляется еще одна новиночка в серии, чтобы поухаживать за кожей лица. Это новая линейка Куркума. Пока у нас в этой линейке вышли только два крема дневной и ночной. Конечно, очень жаль, что компания сразу нам в каталоге не предоставила полностью эту серию, потому что будут в следующих каталогах появляться еще дополнительные товары из этой серии. Вот пока два крема. Но, вы знаете, я эти кремы попробовала только по одному разу. Вот я вчера получила заказ, вчера я сразу испробовала ночной крем и сегодня утром дневной. Что заявлено о данных кремах? Здесь в составе этих кремов содержится липосомальный комплекс Куркума с активными компонентами Куркумы. Патент Фаберлик буквально стирает признаки старения, обладает высокой биодоступностью, налаживает межклеточные коммуникации, стимулирует процессы самомоложения и восстановления, эффективно борется со свободными радикалами. Во-первых, блокирует напрямую, во-вторых, запускает в организме механизм борьбы с окислительным повреждением тканей. По профилактике возрастной пигментации и осветляющему действию значительно превосходит большинство натуральных экстрактов, обеспечивает сияние и ровный тон. Питает и увлажняет кожу. Это вот у нас на дневном креме. Ну, в принципе, то же самое заявлено у нас и на ночном. Также здесь есть кислородный комплекс на вафтем. Это универсальный трансэпидермальный переносчик кислорода и других активных компонентов, глубокие слои кожи. То, что крем действительно будет убирать пигментацию, это я уже поняла по его текстуре, по нанесению. Во-первых, дневной крем, он идет с небольшой такой желтинкой. Это, знаете, как будто бывает вот куркума, она сама по себе такая желто-оранжевая. И вот крем слегка-слегка такой намек имеет дневной вот на желтинку. Ночной крем беленький. И когда вы наносите крем, вот помните, как у нас серия Ван Вик Миракл кремы были, там тоже сначала на коже идет такой белесый налет небольшой. Потом распределяется и вот этот белесый налет пропадает. Я думаю, что за счет этого будет идти именно как раз выбеливание кожи и выравнивание тона. И он будет убирать пигментацию. Но я пока по одному разу их нанесла. Конечно, выводы делать рано, но по первому разу хочу сказать, что кремы мне очень понравились. Я думала, они будут более такие жиденькие, но нет. Кремы средней плотности, они и питают кожу, но не жирнят и увлажняют кожу одновременно. И после нанесения кожи, еще когда вчера только вот на рукой наносила, попробовала, я поняла, что эти кремы будут прекрасно ухаживать за кожей, потому что даже на руке кожа стала гладкой, ровненькой, бархатистой. И вы знаете, такой вот более упругой. То есть появляется эффект лифтинга, эффект тургора даже вот на коже. Когда нанесла вчера вечером я ночной крем уже на кожу, то тоже сразу очень приятные ощущения. Вот вы знаете, у меня были ощущения схожи при нанесении крема Гардерика. То есть я сразу прям поняла, что коже моей нравится этот крем. Он не жиденький, он такой плотненький, он быстро впитался. Несмотря на то, что тип кожи у меня комбинированный, но крем мне очень понравился. Вот ночной крем, он идет оранжевая упаковочка. Вот само стеклышко здесь, а в дневном она более желтенькая, для того, чтобы мы не путались. Давайте я вам сразу сейчас покажу. Ну здесь вот такие обычные коробочки. То есть у нас дневной идет вот желтенький, а ночной идет в оранжевой вот такой упаковочке. И по отдушке, отдушка очень-очень деликатная. То есть она едва ощущается, она не навязчивая, цветочная, прохладная. У дневного она чуть поярче. У ночного она вообще вот при нанесении, она прям быстренько выветривается и почти не ощущается. Здесь идет у нас защитная мембрана у обеих кремов. И давайте покажу вам текстуру. Так, вывернула немножко неудобно в камеру. Так, это я вам показываю крем ночной по текстуре. Он прям такой плотненький. Плотненький, то есть плотность у него средняя. Но при этом он прекрасно распределяется. И видите, вот есть немножко такой, ну на руке может быть не так это заметно, но есть прям белесый налет. И вот особенно этот белесый налет, мне кажется, проявляется больше в дневном креме. То есть он будет именно вот убирать, думаю, пигментацию, как немножко, вы знаете, вот есть такой эффект, да, после нанесения более ровный тон кожи. И он как бы, ну, более такой вот получается, как осветленный чуть-чуть, что ли. То есть вот такой эффект тоже я даже при первом нанесении заметила. Вот я нанесла, но крем очень быстро впитался. В общем, он очень комфортный, девчонки. И я думаю, что на зиму, конечно, на комбинированную кожу летом, может быть, будет хотеться чего-то более легкого и более увлажняющего. Но здесь вот именно и питание, и увлажнение одновременно для кожи есть. То есть по первым ощущениям я не разочаровалась вот в этой новинке, в этих кремах. И отдушка понравилась, и текстура крема замечательная. И второй крем идет дневной. Вот видите, он, если посмотреть, едва-едва заметная. Ну, прям чуть-чуть, вот слегка, если их поставить рядом, заметна небольшая желтинка. И по текстуре он тоже такой же, вот видите, плотненький. Но вот его, когда разносите, вот этой белесости даже чуть-чуть больше. Потом она пропадает. То есть поначалу на лице вот есть вот эта белесость, и ее прям вот заметно. Как-то вы будете распределять продукт. В принципе, хорошая новиночка. И вы знаете, мне особенно понравился состав у ночного крема. Там вот сразу идут масла на первом месте, куркума добавлена, еще там другие экстракты. Если в дневном, там на первом месте идет, ну, какая-то такая, скажем, не знаю, я не химик, ну, какие-то другие компоненты, а потом уже пошли вот добавлены масла, то в ночном прямо они сразу вот идут на первых местах. В общем, серия замечательная. Сейчас она набором стоит 999 рублей. На зиму советую обязательно вам попробовать. Цена на данные кремы шикарная. По ощущениям, вот немножко есть, напоминает по первому нанесению One Vic Miracle, но One Vic Miracle вообще не очень плотные. Я их прям чуть-чуть наносила, то есть там еще больше питания. А здесь как бы питание и увлажнение пополам. То есть они средней плотности и, в принципе, хорошие, достойные новиночки. Ну и давайте переходим с вами плавно сейчас к палеткам. Я вам сейчас просто их покажу. Сводчи делать не буду. Для этого я сниму для вас отдельное видео и в макросъемке покажу вам прям подробно каждый оттенок. Я, кстати, вчера уже при вечернем освещении обещала девочкам в Телеграм в группе выложила сводчи и фото обеих палеток. Если кому интересно, заходите, смотрите. Потом еще вот сейчас сниму видео в макросъемке и покажу вам также отдельно, поделюсь, все расскажу. И пока я не забыла, хочу вам сказать, что сейчас у нас при заказе по 18 и 19 каталогу выдаются вот такие купоны, зимние скидки. То есть мы с вами в 18 каталоге за каждые 999 рублей заказа в цене каталога получаем вот такой один купон. И в 19 каталоге, который будет действовать с 19 декабря по 8 января, включительно получаем вот эти купоны. А в первом каталоге 2023 года, который начнет свое действие с 9 января, мы будем отоваривать эти купоны. И эти купоны сразу будут действовать на все серии, которые нам предлагает компания. Это уход за кожей, за волосами, гигиена, декоративная косметика, косметика для дома, парфюмерия, ароматерапия, серия Wellness. Купон действует скидкой 50% от черной цены в первом каталоге и минус ваша скидка 20 или 26%. Поэтому особенно в каталоге номер 19 вам будет выгодно выполнить 26 баллов, чтобы по купону получить вам более выгодную скидку. И еще, когда будете делать заказ, обязательно конечную сумму в цене каталога, например, получилась у вас сумма 2499. Делите на 999 и смотрите, сколько у вас получилось купонов. Если у вас получилось 3 купона и до 4 купонов вам не хватает каких-то 100 рублей, добавьте в заказ гель для душа, либо какое-то мыльце и получите 4 купона, чтобы вам было более выгодно в вашем заказе. Ну а теперь смотрим палетки. Итак, первая палетка, с которой я сегодня решила начать свое знакомство. Так, давайте вот так вот поближе вам покажу. Попробовала выполнить свой вариант макияжа с этой палеточкой. Эта палетка вышла у нас в серии запеченных теней. Она приходит вот в такой коробочке. И данная палетка в артикуле 5387 называется «Лиловая замша». Очень мне понравились в этой палетке, особенно два оттенка. Они меня покорили. Я уже девочкам в телеграмм писала. Здесь широкое панорамное зеркальце. Вот так удобно раскрывается эта палеточка. В принципе, как и все предыдущие. И давайте покажу вам сейчас тона. Вот такие оттенки в этой палетке. Три оттенка из этой палетки. Это оттенок какао. Это холодный коричневый с лиловым подтоном. И это вот такой темно, скажем, я не знаю даже как назвать, наверное, тоже вот такой лиловый оттенок. Они идут матовые, но имеют шелковистую текстуру. Очень приятную. То есть матовый, но он не глухоматовый, а идет с шелковистым деликатным переливом. Очень красиво смотрится. И вот особенно оттенок какао. И вот этот особенно оттенок просто меня покорили в растяжке. Вот такой, девчонки, коричневый с лиловым подтоном. Если вы любите вариант смоки, чтобы усилить красоту взгляда, можно его просто нанести на все веко. Немножечко его растушевать оттенком какао. Добавить на центр века каких-то вот таких красивых с деликатным шиммером оттенка. И будет красиво смотреться. Можно даже, я думаю, не добавлять. Вот этот оттенок мне очень понравился. С вот этим, конечно, лиловым его, чтобы сделать именно лиловую замшу, вот этот лиловый оттенок, его прям акцентами аккуратненько добавлять. Потому что не всем бывает такой оттенок подходит. Но, тем не менее, он как бы украшает вот этот макияж с этой палеткой. Ну и еще один оттенок. Это коричневый такой бронзовый с мелким-мелким шиммером. Но, вы знаете, я, если честно, вот этот оттенок, который в этой палетке, вот один, как будто он не из этой оперы, вот честно. Я бы, например, если бы, например, делала, да, вот была дизайнером этой палетки, я бы сюда добавила либо какой-то вот в такой же вот гамме шелковистой, пусть там немножко с большим добавлением сатина, либо вот как жемчужный, либо какой-то вот светленький оттеночек, чтобы растушевать. Либо какой-то темный, вот пусть бы он был там такой темно-фиолетовый глубокий, то есть в такой же вот гамме. То есть, как бы получается, он, ну, может быть, я, конечно, не визажист, но я сегодня задействовала в своем варианте все четыре оттенка. И вот этот оттенок, который бронзовый, я его немножечко аккуратно наносила на центр века, то есть за основу. Я сегодня взяла вот этот тон какао, давайте все-таки, наверное, вам его покажу. В принципе, оттенки, они такие деликатные, они неплохо наносятся, но лучше, конечно, вот такие тона спонжем, можно пальчиком добавлять, наносить. То есть, они запеченные, и, вы знаете, прям, ну, вот пока туго наносятся, хотя пигментация у них прям хорошая. В общем, вот такой, видите, вот он и матовый, но у него шелковистый перелив. Нанесла на все века вот этот какао. Потом я в уголок стала добавлять вот этот оттенок, который мне очень тоже понравился. Он очень красиво смотрится. Шикарный, конечно. Мы посмотрим с вами его в растяжке поближе. Прям мне понравился. Он такой коричневый, и у него прям вот лиловая гамма. Красиво смотрится. Потом я добавляла вот этот малиновый оттенок. Малиновый называю, он вишневый. И, кстати, у меня девочки спрашивали, можно ли его в качестве румянца. Вот, кстати, сегодня вот этот оттенок, если кому прям принципиально, и я наносила в качестве румянца. Но оттенок яркий. Я прям его немножко набрала на кисть, встряхнула и прям аккуратно-аккуратно нанесла, потому что можно пятнышек наставить. И потом взяла еще светло-розовый такой хайлайтер и немножко растушевала. Ну и вот, видите, в принципе, держится уже, наверное, часа два-три. И наносила, в общем, сегодня у меня румяна. Это именно вот этот оттенок из этой палеточки. В принципе, да, использовать можно. Конечно, он темноват, но если аккуратненько, то имеет место быть, можно использовать. Ну и вот этот вот оттенок, он прям тоже яркий, но в нем есть мельчайший-мельчайший шиммер. Он прям такой бронзово-коричневый, тоже в холодной гамме. Можно, чтобы не так было скучно добавлять его, но мне кажется, тогда немножко потеряется лиловая гамма. То есть вот, ну, а так вот, в принципе, палетка, я осталась очень-очень довольна. Оттенки красивые, особенно вот эти два. Ну и вот этот для того, чтобы сделать повеселее, да, вот именно вот эту лиловую дымку, тоже имеет место быть. Хорошая девчонки палетка. Не пожалела, что ее заказала. Осталась я довольна. И она вот, в ней мало шиммера-блесток. Конечно, вот в этом бронзовом есть оттенки. Можно использовать ее на каждый день. Будет смотреться замечательно. Ну и вторая палетка вышла в серии Nude On. Называется она Glam Nude. Вот такие здесь оттенки. Вот эта палетка была у нас на скретч-скотче. То есть можете быть уверены, что никто до вас туда не лазил, не открывал, потому что здесь у нас все было запечатано, закрыто. Ну и давайте покажу вам сейчас поближе вот эти оттенки. Здесь в этой палетке разные тона. Первый оттенок идет оттенок шампанского. Он такой, вы знаете, прям вот шелковистый, абсолютно матовый. Второй оттенок мне очень понравился. Я, вернее, третий оттенок, второй оттенок, здесь и четвертый оттенок. Они идут, вы знаете, с таким мелким-мелким, мельчайшим шиммером. И они больше такие вот, как чуть-чуть рыхловатые. Я девочкам говорила же, что у нас была палетка в серии Жордин Дежаверни, вот 9 оттенков. Там тоже вот есть такие оттеночки с блестками, но они более сухие. И вот их только пальчиком, потому что кистью они пылят, и вот эти блестки разлетаются по лицу. Вот эти оттеночки, второй и четвертый с блестками, я еще не пробовала кистью наносить, только вот пальчиком. Нормально наносятся, но они более такие, вы знаете, как, они как более такие, что ли, вот, ну, не такие сухие, не такие рыхлые. Я думаю, что, в принципе, их можно будет пробовать наносить на веки и кистью. И четвертый оттенок из этой палетки, тоже вот он такой идет с мелким-мелким шиммером. Первый оттенок идет немножко, как бы, в растяжке розоватый, я имею в виду вот этот с блестками, а вот этот идет, ну, больше такой золотистый, тоже в нем, как бы, такие золотистые блестки. Третий оттенок, оттенок пыльной розы, он абсолютно матовый, но вот сейчас не видно, попробую вам уловить, вот, камера улавливает, вот, видите, и в нем блестки, шиммерные частицы, они очень-очень мелкие, неделикатные, они так красиво смотрятся на веки. Вот на новогодние праздники будет очень красиво, можно просто нанести на века вот этот оттенок, добавить в уголок этот и, допустим, этот, и будет красиво смотреться. Но вот эта палетка, она идет больше в нейтральной гамме, то есть здесь есть и для теплого цвета типа оттенки, и для холодного. Ну, вот, вот это, наверное, больше все-таки для холодного. Если добавить и бронзы, ну, будет тогда уже, наверное, более нейтрально, потеплее смотреться. Но вот этот оттеночек мне очень понравился. Несмотря на то, что здесь мелкие шиммерные частицы, но он смотрится очень-очень красиво. Вы знаете, вот эти блесточки ни капельки не мешают, их видно только при вечернем освещении, как будто вот снежок искрится, и вот такая же ассоциация создается на глазах. Очень красиво смотрится. Пятый оттенок коричневый, матовый, он больше в такой теплой гамме, шоколадный. И последний оттенок идет ягодный. Ну, вот он, видите, при растяжке такой вот, как бы немножко кирпичит чуть-чуть, и немножко в нем вот этой вот краснинки, ягодности есть. Но по пигментации тени мягкие, и пигментация здесь у них отличная. То есть, в принципе, обе палетки, я не пожалела, что взяла первую и вторую, смотрится красиво. Но у меня холодный цветотип внешности, поэтому мне для холодного цветотипа внешности все-таки больше вот импонирует вот если на каждый день, то вот эта палетка. Ну вот из этой палетки есть оттенки, которые мне очень понравились. То есть, это, во-первых, вот этот третий матовый розовый с шиммерными частицами. И вот остальные тоже буду я вовлекать вот в свой макияж, попробую еще сделать. Я еще на глазах ее не пробовала. Сегодня попробовала только вот эту палетку. И мы с вами обязательно еще сделаем макияж на камеру. Я покажу вам свой вариант и с этой палеткой, и с этой. Попробуем, покажу вам в действии все эти оттенки. Ну а сейчас хочу вам также показать, снять отдельное видео и покажу вам макросъемки. То есть, близко прямо перед камерой покажу вам каждый оттенок, как он наносится на руку, как он смотрится. Ну, если что, заходите еще и в Телеграм, там при вечернем освещении я также снимала обе палетки. В коротеньких видео девочкам показала. Пишите, если вы заказывали эти тени, как они вам. Ну, вот, по первым впечатлениям я пока не разочарована. Обе палетки имеют место быть. Если вот эта палетка, она более такая вот за счет шиммерных частичек в некоторых оттенках получается праздничная, нарядная, поднимающая настроение, то вот эта более такая вот на каждый день, более такая, вы знаете, благородная. Более вот такой, с ней, мне кажется, дорогой получается вариант макияжа. Более такой повседневный и вот он вроде бы и строгий, но он такой как бы стильный получается, вот именно с этой палеточкой. Ну, а вот это вот тоже как праздничный вариант. Здесь есть и нежные оттенки, такие вот поярче тоже, в принципе, она хорошо очень смотрится. В общем, если вы обожаете тени, советую вам взять обе палетки. Ну, а там уже смотрите, для каких целей вам нужна та или иная палетка. Ну, а теперь говорим всем до свидания. С вами была Виктория. До новых встреч на канале.